Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова О каких изменениях, о появлении новых слов и о смене значений уже известных слов? Почему одно и то же слово сейчас и сто лет назад означало «разное»? Какие новые слова возникают в речи современных носителей русского языка? И почему какие-то слова становятся модными, другие выходят из моды, какие-то меняют коннотацию, оттенки, значения? И вообще можно ли во всем этом увидеть признаки падения грамотности и культуры речи? Вот что, конечно же, нас всех особенно беспокоит. Недавно в одном издании я увидел колонку, автор которой, или, может быть, авторка, сокрушалось, что все вокруг начали говорить истории, озвучить, и что молодежь придумала какие-то новые слова, например, истерировать, эмоционировать, я, кстати, очень часто встречаю это слово, депрессировать и другие. Куда мы катимся? Вопрос. Вопрос специалисту. Вот мне что удивляет все время. Мы русскому языку стремимся запретить все. Мы не оставляем ему шансов. Ну вот понятно вроде бы нам всем, что мир меняется. Появляется что-то новое, какие-то новые предметы, новые явления. Русский язык это может обозначить заимствованным словом. Тут мы начинаем ругаться. Что это за каворкинги, воркауты, воркшопы, абьюзеры и прочее? Не нужно нам этого. Неужели в русском языке недостаточно своих слов? Окей, говорит русский язык, и из уже существующих слов пытается какие-то новые значения этим словам придумать, чтобы существующими словами, просто новыми значениями описать какие-то новые явления. Тут мы опять начинаем возмущаться. Мы говорим, нету слова озвучить такого значения. Но тебя самого, вот лично тебя, Володю Пахомову, не раздражает, когда люди говорят озвучить? Ну как это озвучить? А я бы сказал, что это новое значение слова, которое уже, в общем-то, родилось на наших глазах. Ну должны же когда-то у слов появляться новые значения. Но есть же много других слов. Заявил, сказал и куча прекрасных глаголов, которые мы могли бы использовать, а все переходят на глагол озвучить. Так вот давай задумаемся, почему мы так любим глагол озвучить? Почему нам так хочется его употребить? Конечно, велик соблазн все списать на падение культуры речи, на то, что словарный запас уменьшился и так далее. Но есть гипотезы, почему слово озвучить такое популярное. Они выдвигаются лингвистами. Например, Владимир Новиков, автор словаря модных слов, предполагает, что озвучить сейчас так популярно, потому что вообще звучащая речь для нас сейчас стала важна и, может быть, где-то важнее письменной. А Марина Королева, филолог, журналист, несколько лет назад делала такое предположение, что слово озвучить, оно в каком-то смысле снимает с нас ответственность. Кто-то другой собрал информацию, собрал эти факты, а мы за них не отвечаем, мы просто доводим их до всеобщего сведения. Это не к нам вопросы о том, что там содержится. Ну, а вот эти претензии на тему того, что слово озвучить это какой-то, не знаю, просто речь или какой-то такой разговорный вариант, который проникает в официальную речь, и это плохо, что ты на это скажешь? Мне это очень напоминает похожую историю с другим глаголом, с глаголом переживать. Здесь можно вспомнить, что почти во всех книгах, посвященных вопросам правильности русской речи, глагол переживать назывался в числе самых страшных, самых ужасных ошибок. Это книги, которые выходили в 60-70-х годах. Вот тогда, почти уже полвека назад, употребление переживать без дополнения, я очень переживаю, ну, как мы сейчас говорим, это для нас нормально, воспринималось как приметы такой мещанской речи, как признак бескультуре, как что-то такое пошлое, безвкусное и гадкое. Примерно такими словами описывали это употребление. Сейчас, хотя в некоторых словарях глагол переживать все-таки маркируется пометой разговорное, все-таки для нас сейчас это совершенно нормальное употребление. Поэтому мне кажется, что да, мы сейчас наблюдаем, как у слова озвучить прямо на наших глазах рождается новое значение, и, возможно, пройдет еще какое-то время, и оно появится в словарях русского языка. Какие сейчас еще есть модные слова? Я знаю, что очень многие, и я сам этим грешу, употребляют слово «история» во всех возможных случаях. Это такая вкусная история, говорят, о каком-нибудь, не знаю, ресторане или блюде. Но чтобы у нас не получилось так, что мы говорим только о том, что меняется на наших глазах, сейчас вернемся к истории, лирическое отступление. Вот есть такое замечательное слово «наверное». «Наверное он придет». Такое слово мы употребляем, когда мы, в общем-то, в этом совершенно не уверены. Может быть, он придет, а может быть и нет. Вероятно, он придет, возможно, он придет. А ведь когда-то слово «наверное» употреблялось в значении «наверняка», «точно». Он «наверное» придет. Для текста 19 века это означало «он точно придет». А сейчас слово «наверное» для нас уже, в общем-то, давно значит «возможно». Хотя «наверняка» в значении «точно» мы тоже употребляем, но, может быть, не так часто. И в словарях это значение обязательно непременно еще сохраняется. Хотя, конечно, оно уже не основное у этого слова. Так вот «история». «История» — это слово, которое сейчас действительно модное, которое сейчас у всех на слуху. И, как у всех модных слов, понятно, что это не навсегда. И, может быть, даже не очень надолго. Может быть, когда-то кто-то, употребив слово «история» вот в таком значении, которое даже трудно как-то вот обозначить, да? Словом «история» можно обозначить практически все, что угодно. Практически все, что угодно. Да, такое десемантизированное слово, в значении которого трудно выделяется. И вот уже несколько лет оно действительно очень модное, оно употребляется активно. И совершенно понятно, что чем чаще, чем больше оно будет употребляться, тем быстрее нам надоест. И мы перестанем употреблять слово «история» в этом значении. Ну вот наш с тобой подкаст — это такая лингвистическая история. Да, безусловно. И хочется надеяться, что вкусная история. Все-таки, почему эти все слова, которые становятся такими модными, они одновременно с тем, как они становятся модными, они начинают бесить большое количество людей? Ну потому что, когда слышишь из каждого утюга, в общем-то, одно и то же, это действительно раздражает. Люди подхватывают, люди не очень задумываются, но у нас же язык такой богатый, почему они цепляются за какое-то одно слово, и это как вирус распространяется везде, в интернете, в обычной речи. И это касается не только слова «история», периодически волнами возникают какие-то такие слова, которые все начинают употреблять, а потом они раз либо куда-то исчезают, либо встраиваются в контекст, и мы уже перестаем их различать. Вот еще один такой пример, это, например, слово «адекватный». Да, слова действительно бывают, что входят в моду, и этот процесс постоянно в русском языке происходит. Слова меняются, ну как есть мода на какую-то одежду, как есть мода на какие-то автомобили, так же есть мода и на какие-то отдельные слова, и это тоже было всегда. И вот здесь можно рассказать историю о том, что в конце 18 века... Историю в прямом смысле. В прямом смысле слова, да. В 1770-х годах начал выходить такой замечательный словарь модного щегольского наречия. Его издание приписывают фанвизину. Там вышло всего несколько словарных статей, то есть он только-только начался и остановился. И вот интересно, что на букву А первое модное слово это было слово «ах». Вот это вот «ах» не в смысле выражения страха или удивления, ну тот «ах», который мы можем и сейчас, в общем-то, сказать. А «ах» в смысле, наверное, близком к тому, какой мы сейчас вкладываем слова в шоке. «Ах, я в шоке». Вот это вот тот самый «ах» — это модное слово конца 18 века. А на букву Б там было слово «беспримерно». Мы сейчас вряд ли можем это слово услышать в живой речи. А если оно употребляется, то, не знаю, там в значении беспримерное мужество какое-то. А «беспримерно» — примерно в том же значении, что круто, прикольно. А там было еще одно слово «бесподобно». И оно, в общем-то, сейчас тоже употребляется. Получается, что мода уходит, слова вспыхивают, а потом, скажем так, возвращаются в свои ячейки. Но появляются модно какие-то другие слова. Когда мы говорим о так называемых словах-паразитах, ужасно не люблю это слово, потому что мне кажется, что не бывает слов-паразитов. Но в числе слов-паразитов самым популярным лет 10-15 назад было «как бы». А сейчас «как бы» тоже не так активно употребляется. То есть все эти модные слова перестают быть модными со временем и начинает быть модным что-то другое. А почему возникает мода на какие-то отдельные слова? Вот это более интересный вопрос. Почему слово «адекватный» нам сейчас понадобилось? Почему слово «история» нам сейчас понадобилось? Почему слово «озвучить» нам сейчас понадобилось? Ну вот я рассказал, как лингвисты объясняют популярность слова «озвучить». Надо подумать, что такого есть в слове «адекватный», что оно нам очень сейчас нужно. Видимо, нет в русском литературном языке точного синонима, точной замены, который бы выражал этот смысл. Адекватный человек он какой? Он нормальный? Он такой, с которым можно договориться? Он такой, который тебя понимает? Он такой, каким ты его себе представляешь, и он выдает то, что ты от него ждешь. Может быть, что-то такое. Ты видишь, мы пытаемся это значение уловить, обозначить его, и сколько нам слов здесь нужно. Оно очень эфемерное. Но пусть наши слушатели придумают, что можно было бы употребить вместо слова «адекватный», при том, чтобы мы бы не потеряли эти крупицы смысла. Ты сейчас говорил о словах и употребил «ужасно не нравится». Вот это тоже «ужасно» в значении «очень» или «страшно» в значении «очень», «страшно красиво» или еще «совершенно». Что ты, как лингвист, скажешь о том, что люди стали использовать такие слова? Здесь, наверное, не хватает слова «очень». Хотя у нас есть... Ведь это же простое слово «очень», почему нельзя его сказать? Если мы все время будем говорить «очень», тут возникнет другая претензия. Мы все время повторяем «очень», что это за бедный язык такой? У нас же только «дай повод» и какая-нибудь претензия к речи найдется. Хотя есть синонимы «крайне», «весьма». Здесь, наверное, нет той самой эмоциональности, которая есть в слове «ужасно», в слове «страшно». А ведь есть еще слово «дико». Меня не очень раздражает и не крайне бесит какое-то слово. Меня дико бесит или дико раздражает. Вот это вот «дико», видимо, выражает ту степень эмоциональности, которая добавляется к эмоциональности слову «бесит» и выражает именно ту эмоцию, которую хочет передать говорящий. Потому что вряд ли носитель языка очень раздражает «дарение звонит». Но оно не может очень раздражать, оно может только дико бесить. Не только отдельные слова, но и формулировки, какие-то синтаксические конструкции тоже, в общем-то, входят в моду, а может быть и выходят из нее. Например, сейчас я часто встречаю то, что... А у тебя сейчас вроде нет ничего тяжелого под рукой. Что, я этим буду кидаться? Да кто ж тебя знает. Я рискну высказать предположение, что мы наблюдаем, возможно, может быть, наверное, не в значении точно, начало рождения нового союза в русском языке. Ну нет, ну не может быть, слушай, нет. Я уж очень такой лояльный, и русский язык меняется, и все такое. Ну то что? Ну это же вообще неграмотно. Это неграмотно, да. Я согласен, что... Это моя личная боль. ...что в нормы современного русского литературного языка этого не допускают. Я не буду сейчас с этим спорить. Я согласен, что это неграмотно, неправильно, некорректно для современного русского языка. Но посмотри, как часто это встречается. И вот здесь вот, наверное, тоже стоит задуматься, почему. Чего не хватает в слове «что», что добавляется вот эта вот частица «то». Чего не хватает в школьном образовании, чтобы люди, выходя из школы, не употребляли это. А вот смотри, ведь если мы сопоставим два союза «что бы» и «для того что бы», для чего необходимы эти слова «для того». Мне, кстати, всегда вызывало это вопрос, и мне казалось, что это какая-то избыточность. Избыточность ведь, да, ведь вполне можно эти слова убрать и сказать просто «что бы». Но, тем не менее, у нас есть союз «для того что бы», вполне нормативный союз, входящий в состав русского литературного языка. Может быть, это рождающееся «то что» — это примерно аналог «для того что бы». Я не знаю, я делаю предположения, я делаю прогнозы. Как говорит Мария Леонидовна Калинчук, директора Института русского языка, я очень люблю эту фразу и часто ее повторяю, наши прогнозы относительно будущего языка необязательны к исполнению языком. Мы можем строить сейчас разные догадки, разные гипотезы выдвигать, и, может быть, то, что это просто распространенная ошибка, пройдет несколько лет, может быть, одно-два десятилетия, и так перестанут говорить. Я, кстати, здесь хочу еще один пример привести. Лингвисты очень часто употребляют слово «ровно», в значении «именно, точно, как раз». И вот это тот случай, когда вот здесь вот влияние авторитета. Авторитет, выше которого, пожалуй, не может быть в современной лингвистической науке. Это слово очень любил академик Андрей Анатольевич Залезняк. Вот в этом значении его употреблять. И многие его ученики, и ученики учеников, и ученики учеников учеников подхватили это употребление. И вот в такой вот лингвистической среде можно услышать от филологов, от очень грамотных людей вот такое вот употребление. И это не то, чтобы мода, и это не то, чтобы какое-то вот щеголяние, тем словом, а это какая-то вот здесь маркировка «свой-чужой», она происходит по этому употреблению. Еще одна конструкция, которая тоже, в общем-то, довольно модная и вызывает вопросы, это конструкция с предлогом «про». Когда используют предлог «про» не в значении «о чем-то», а когда используют это в таких ситуациях «это человек не про деньги, а про творчество». Это вот что-то такое. Как вы, лингвисты, на это реагируете? Что нам с этим делать? Может быть, это тоже один из каких-то пунктов, который потом нас совершенно не будет беспокоить, или наоборот, потом станет нормой, или мы про него забудем? Здесь тоже что нам с этим делать? А. Наблюдать. Б. Пока это не вошло в норму, в образцовой речи стараться не употреблять. То есть бороться, бороться надо. И В. Задаваться вопросом, а почему это происходит? А что здесь выражает этот предлог «про»? Как бы мы заменили это в нормальной литературной конструкции? А тогда нам придется использовать какие-то формы, в которых гораздо больше слов. Да. Это человек не про деньги. Это человек, не интересующийся деньгами. Это человек, с которым невозможно построить разговор, да, невозможно поговорить о, да. То есть в любом случае и здесь у нас этот коротенький предлог «про» заменяет какую-то очень длинную конструкцию. И в этом секрет его популярности. Я подумал вот о чем. Ведь на самом деле изначально, когда один-два употребления произошло, это было как и со словом «история», как и с предлогом «про». Это некий элемент языковой игры. И это было ново, и это было круто. А когда это начинают говорить все, это замыливается и начинает раздражать. Именно так. Ведь мы не должны забывать, что наше отношение к словам на самом деле это наше отношение к людям, которые употребляют эти слова. А мы ведь злимся не на само употребление слова в каком-то контексте. Мы злимся на того человека, который употребляет это слово. И какие-то его качества нам не нравятся. И мы переносим это отношение на слова. Мы в начале нашего подкаста упоминали слова «переживать» и «наверное», которые со временем поменяли значение. И мне кажется, что сейчас происходит такое и с другими словами. Например, слово «нелицеприятный» начинает равняться слову «неприятный». И люди употребляют его именно в этом значении. Здесь похожий процесс, что через некоторое время это новое значение у этого слова появится и, может быть, даже где-то будет зафиксировано. Да, соглашусь. Действительно, нелицеприятный повсеместно употребляется в значении «неприятный», хотя то значение, которое до сих пор фиксируется словарями, это значение «объективный», «беспристрастный». Но для очень многих говорящих по-русски нелицеприятная критика — это вовсе не объективная критика, а это неприятная критика. Хотя по-прежнему, опять же, как и в случае с глаголом «озвучить», в современных нормативных словарях русского языка этого значения нет, а это значит, что выбросовывали театурные речи, мы пока себе этого позволить не можем. Еще одно слово, мимо которого я не могу пройти, хотя, конечно, и одного подкаста, и двух подкастов не хватит, чтобы все эти слова озвучить. Но слово «волнительный» в паре «волнующий» многих тоже очень задевает. Дико бесит. Да. И я зашел на вашу грамоту.ру и увидел там на форуме сообщение, которое одна из читательниц написала с негодованием по поводу слова «волнительный». Я процитирую буквально фрагмент. «Всегда проверяла правильность правописания слов на вашем портале и никогда ни в чем не сомневалась. Но сегодня с непередаваемым ужасом увидела, что у вас появилось жаргонное слово «волнительный», используемое обычно необразованными людьми, плохо или вообще не учившимися в школе, а в связи с отсутствием теперь хоть какой-то элементарной цензуры, пролезшим на телевидение. Подумала, что я просто сошла с ума, бросился искать в интернете словари русского языка, удалось найти словарю Шакова, слава богу, там такого слова не было и нет». Очень эмоциональный текст, но, видимо, тогда мы должны признать необразованным великого актера Качалова, который писал «Не расстаюсь с Томиком Ахматовой много волнительного». Я этот факт включил в ту самую подборку «100 фактов о русском языке», потому что я очень люблю эту историю. Слово «волнительный» — очень-очень-очень старое слово. Оно давно в русском языке, и оно всегда было характерно для речи актеров. И это вот такое именно слово из актерской среды. И, наверное, мы можем говорить о том, что это слово просто расширило сферу употребления, и, выйдя из такой профессиональной актерской речи, оно просто вошло в разговорную русскую речь. По-прежнему в образцовой речи волнующий, но слово «волнительный» как разговорное слово вполне нормальное, и это не сегодняшний, не вчерашний, даже не позавчерашний вариант. Оно уже очень давно. Интересно, что автор этого комментария обращается к словарю Ушакова. Действительно, там этого слова нет, но этот момент очень интересен. Ведь к словарю Ушакова, да, она обращается как к некоему авторитетному источнику. И это действительно великий словарь. Но когда он появился, каким огнем критики он был встречен? И это совершенно замечательный вообще факт, что любой самый авторитетный лингвистический труд, когда он появляется, его встречают вот именно такими словами. Разговорами о порче, о деградации, о том, что здесь оправдывается безграмотность и так далее. А потом это становится классикой. Так было с трудами Грота по русской орфографии. Эти труды называли гротографией, а потом труды Грота стали классикой. И дореволюционное русское правописание мы чаще всего сейчас называем гротовским правописанием. Так было со словарем Ушакова, и с толковым словарем, и с школьным орфографическим словарем. Так было со знаменитым словарем русского языка Сергея Ивановича Ожегова. К первому изданию этого словаря было очень много претензий. Так происходило и с современными словарями. Мы очень любим ругать все, что связано с языком и со словарями. А через какое-то время это становится классикой. Практически все модные слова, о которых мы сегодня говорили, это слова, уже нам известные, но которые попадают либо в другой контекст, либо меняют значение. Но есть же слова неологизмы, которые появляются вообще сиюминутно. И часто на волне каких-то событий, новостей, явлений или еще чего-то. Вот я помню, что мы с тобой в прошлом году, когда был чемпионат мира по футболу, обсуждали слово «акенфея». Ну да, оно появилось, но оно же так же быстро исчезло, потому что чемпионат мира уже перестал быть таким актуальным. Или в свое время в английской прессе появился глагол «to кержаков», который означал «не попасть в ворота», когда у тебя была совершенно реальная возможность это сделать. И слово это появилось после матча, в котором кержаков из совершенно очевидных ситуаций не забил. Да, это такие слова, которые действительно описывают какую-то текущую ситуацию и становятся мгновенно популярными. И срок их жизни в языке не годы и даже не месяцы, а считанные недели. Я думаю, что уже к концу этого года никто не будет понимать, что такое гретинизм, хотя это слово очень популярно в октябре, да, в начале октября. Точно так же, как многие слова прошлых лет, мы сейчас уже вспомнив, вот как ты вспомнил о кенфею, будем очень долго вспоминать. А при какой вообще ситуации это употреблялось и что означало? Ну представляет ли это какой-то научный интерес для лингвистов? Потому что для медиа и для СМИ это как раз представляет очень такой большой, но несколько сиюминутный интерес. Ну а с точки зрения науки вы лингвисты как-то обращаете внимание на эти явления? Или это так, а, появилось и ушло, и как бы мимо все пролетело? Конечно, обращаем. Лингвисты вообще обращают внимание на все, что происходит в языке. И вот такие слова, они, во-первых, попадают в те списки, которые собирают лингвисты. Слова недели, слова месяца, слово года. Тот самый конкурс, который проводится в конце каждого года и выбираются. Такие слова выбираются в том числе из числа слов финалистов какого-то месяца. А кроме того, есть издания, в которых описываются такие слова. Ну вот, например, словарь «Перемен» Марина Вишневецкой. Это то, что содержит прямые наблюдения над нашим сегодняшним языком. И, может быть, слова, которые остаются в этих изданиях, они их забывают через какое-то время, но они остаются как память о тех событиях, которые происходили в нашей жизни. Эта память отражается в словах. Поэтому, конечно, для лингвистов очень важно наблюдать за такими словами, описывать их, фиксировать их. Они потом забудутся, но вот тот символ эпохи останется. Во многом, так или иначе, разговоры о модных словах, о популярных словах и разговоры о том, с чего мы начали, со всяких постов в социальных сетях сводятся к тому, что наша речь как-то немножечко обеднела, наш словарный запас, может быть, синизился и так далее. Понятно, что мы в какой-то степени развеяли эти сомнения в нашем сегодняшнем выпуске, я надеюсь. Но я хотел бы задать вопрос, как вообще, если вдруг все-таки человек задумался над этим, как ему разнообразить свою речь? Можно ли как-то прокачать ее, сделать ее богаче? И достаточно ли для этого просто много читать? Много читать, конечно, очень важно и нужно. Для этого еще можно обращаться к словарям, потому что среди многочисленных словарей русского языка есть прекрасные издания, которые называются словарей синонимов. И если вы хотите, чтобы речь была богаче и ярче, и образнее, то словарь синонимов, в этом деле первый помощник, подскажет, какие еще слова с близким сходным значением можно подобрать. Какие-то из них, конечно, уже будут, может быть, устаревшими или устаревающими, а какие-то вполне употребительными. И можно с помощью таких изданий удивить коллег, друзей, родных и щегольнуть каким-то совсем немодным словом. Ну, например, как в интернетах ваших гуляет выражение «А пренебречь вальсируем». Это был подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Можно как скороговорку для тренировки дикции использовать наше название. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру». Ну, если хотите спросить нас о наболевшем, поделиться беспокойством, связанным с русским языком, смело пишите на почту. Подкаст собакамедуза.io с пометкой «Розенталь». Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вам удобнее его слушать. Мы есть в Apple подкаст, на Кастбоксе, Google подкаст, в сервисе Spotify, даже на Ютубе. Или Ютубе. Здесь язык еще не определился. Ну и, конечно, слушайте другие подкасты «Медузы». У нас стартовал новый сезон «Книжного базара» с Анастасией Завозовой и Галиной Юзифович, и продолжается первый сезон подкаста «Калькулятор» о том, как считать, зарабатывать, тратить и вкладывать деньги. Там тоже много интересных и дискуссионных тем. Спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова